здравствуйте мои дорогие и любимые вот что вам рассказать про урал 38 изводила жарой 38 градусов сейчас у меня ну то есть 38 это официально до 43 до 45 в машине поднималась сегодня 16 вчера я ходила раздетая сегодня я в кожаной куртке и закрытых полуосенних тапках конечно сейчас с погодой то переключусь это я просто показываю как у нас тут что творится около онкоцентра не так уж легко из него выехать и буду вам рассказывать веселый рассказ о том как я съездила химиотерапевту те кто у нас из екатеринбурга все наверно знаю замечательного химика винограда ну вот на себя переключилась еще раз привет это шум дождя это вот такой вот шум дождя сегодня короче поехала я к винограду ну то есть я не хотела ехать в химику потом думали не менее есть запись надо съесть вот тут у меня еще сомнения возникли почему все мною гинеколога у моего тоже сомнения возникли почему всем за ладок скоро коль это мне нет я ее спрашиваю она такая а че вы все что ли вы не все вы особенная вот возникнут месячные вот тогда поговорим а так то че с вами типа общаться никакого интереса у вас нет я тамоксифен ваш это с месячными возможности в общем ладно я говорю короче я вас чуть-чуть должна спросить нет у меня этот стафилококк ну и че его не лечит вам что ли нет никто не лечит я вам рак вылечила инфекционисты вам какой-то стафилококк не могут вылечить я вот только-только вы требовал инфекционист он у меня в час дня сороковой ну вот пусть и вылечит у меня в общем запасе осталось только два антибиотика она такая не мое дело в общем я хочу эту химию пропустить вас какая-то иммунитет надо поднять тростозуматный иммунитет не влияют это когда это я просто такая дура все никак вылечиться не могу чтоб не делала а так то тростозуматный иммунитет не влияет ну ладно пропускайте тогда нагрузочная доза будет выше следующей я такая окей я говорю вы напишите да я вам справку пишу все идите я говорю может еще что-нибудь по поводу вот вообще моего лечения через полгода придете я говорю может посмотрите мои узи у гинеколога ну хотите поддайте она его даже потрагиваться не стала идите ждите в коридоре справку вынесут выходит медсестра я ей говорю слушайте мадам вы мне в прошлый раз когда у меня кто-то она говорит я вас не очень насоветовали от печени что-нибудь попить без разницы что она говорит ну и че у печени то лучше стало я бы нет вы у меня печень то и так хорошая типа заживать лучше будет она говорит помогло я говорю ну тут-то зажило на стафилокопта не уходит я говорю может еще что-нибудь это по свойски то посоветую она такая я бы сама что-нибудь от стафилокопта выпила бы мы тут все больные мой говорит когда сюда ну и начинает ту же самую стандартную историю которая нам не до этого мы говорит когда сюда переезжали у нас было только 7 процентов больных стафилокоптом поликлиника именно переезжала в здание Саода сейчас говорит пятьдесят восемь процентов я такая опачки думаю как-то мне к вам сходить уже вообще хорошо что я думаю кредко к вам хожу думаю как хорошо что мне не надо тут ничего не резать не шить не кроить не перекраивать думаю даже кровь то у вас давать и то страшно вот я говорю может вообще ничего не знаю я бы полжизни отдала за то чтобы вылечиться мы тут все в порщах в угрях во всем а я терпела химика вот и все-таки показала свою показала она говорит что больно сидеть неудобно летать еще не научилась вот ну ладно про химика я рассказала теперь вы наверное это я к чему все рассказываю чтобы предотвратить очередной раз вопросы вам врач разрешил врачам по фигу чего мне разрешил врач чего мне не разрешил врач так химию пропускаю вот мне в принципе еще ту предыдущую у меня есть очень грамотная знакомая она в нашем чате женщина врач и она ровно за год прошла всю ту же самую историю то есть за год до меня ну то есть у нее немножко другая операция я поздравляла тогда помните ее это Наталья это все у нее она в ремиссии там немножко все по-другому было но суть она мне еще тогда сказала Лена пропусти химию я такая ой блин не Наталья не хочу пропускать потому что это жаба давит анализы сданы а сейчас еще анализы не сданы я говорю не хочу а то я вставала утром ехала с бабками ругалась а сейчас то у меня еще анализы не сданы я короче ее пропустить решил вот в понедельник заеду в поликлинику сообщу там где делаю мы с ней перезапишемся эти анализы отдам а новые то возьмем мне до инфекциониста еще полтора часа ну плюс-минус там зайти в общем час мне надо где-то протусить как видите дождь то идет нехилый и я наверное заеду в большой магазин мне конечно надолго не хватит но на полчаса то наверное меня хватит вот там пошляюсь так теперь про пиявки значит что сказать ой показать что ли вот они следы на печени наверно видно было все светофор загорелся маленькие кусай так тиньк не больно но кровь все таки была конечно это не сравнится с теми что мне делали там потому что здесь то я сам милипу сильно взяла но раз они самые ферментированные наша задача ферменты а не кровопускания и за уши ставила ну так подтекала подтекала короче я к чему я вчера и тетрациклином намазала но тетрациклином я и так все мажу то есть я им вся и всем рекомендую если там с ногтем или где-то что-то у нас тетрациклин это одно из один из самых главных мазей при нашей такой химии оно прям прописано и этим маслом значит я и не подсолнечным намазала а оливковым реально слушайте глаз то это он чуть-чуть побаливает но не развивается то есть он обратно уходит этот ячмей сил у нас сходить сожрать но надо конечно начать гулять буду гулять и все таки это наверное по цветочку пижмы можно и срывать ничего со мной не случится главное не жевать как я поняла вот то есть в принципе что я хотела сказать про пиявки самое главное за эти дни с тех пор как вот я съездила в субботу поставила вот туда я и ездила короче ни одной новой ни одного нового воспаления не вылезло ну кроме глаза глаз вчера вот но глаз тоже идет на спад эти конечно еще там долго все будут но факт остается фактом то есть при обработке при осмотре при всем ни одного нового воспаления у меня не выявлено но их и так до себя там сейчас только вот так хватает вот я считаю что это очень не дурной результат короче буду продолжать грибт я свой пью мне кажется вот как в нем может быть я придумываю а может быть и нет но реально блин и силы и энергии много то есть сегодня даже в такой дождь такую мерзкую погоду я абсолютно спокойно себя собрала не стала отмазываться что может доехать не надо а может быть поспать я просто встала вымылась куфья напилась собралась прямо настроение как бы нормальное вообще что-то не разыгрался деревню гадюкино смывает с леса земли ну вот в принципе съезжу конфекционисту еще расскажу вам смотрите это крохотулечки это самые мелкие они запакованы были вот так вот вот так вот так я их довезла вы сквозь вот эту тряпочку смотрели здесь не поверите 30 штук мелочи вот стоят как крыло от боинга каждое по 110 рублей но мне сказали что вот мелкие они типа самые молодые и самые ферментированные то есть мы из них берем ферменты ну сейчас начну не знаю буду показывать не буду то есть вообще получится не получится у меня устану поставить смотри какая одна активная прям ох вот мы ее на печень то сейчас поставим смотрите какой побег из шаушенка я брала только максимально активных и я сейчас пыталась на печень поставить вот сейчас вот это за ухом попытаюсь сейчас я вам как как бы покажу свои труды ну тут прям активисты такие были вот это мы сейчас поймаем я в одной перчатке это делаю она в перчатку впивается голодные как собаки так чтобы меня никто не обвинил в стриптизе там пол камеры закрыла рукой типа это на печень типа это под ребру ну реберную дугу ну уж как они засели тут я уже им не властно ну все брала только самых активных блин побег из шаушенка сюда было труднее всего посадить мелочь на этом вот сюда вообще не хотела садиться за ухо и вот за это ухо где-то не вижу ее вот она в зеркале если только я тоже посадила ну сейчас посмотрим до какой степени нажрут у нас такой ливень такой стеной стоит то есть по дороге даже было нереально снять результаты посещения мои вот я подъехала и это теперь можно рассказать прихожу я значит к этому инфекционисту обратите внимание кому мне моя не моя не моя это терапевт дала направление хорошо говорю вот вчера записалась а то хорошо у меня по пути все было в общем это у меня даже всю дверь залило мужик такой очок говорит пришли ко мне я говорю так вот попа я говорю вот меня в сауде заразили а я чем помочь могу это хирурги хирурги меня не лечит не я я могу справку дать о том что я вам помочь ничем не могу я говорю мужик ты же врач ты че лечишь тогда скажи мне инфекционные заболевания я говорю а стафилококк у нас какой ой опять это слово за слово он такой ну я гепатит лечу еще что то там ковид лечу я говорю дай мне тогда направление к иммунологу он такой а чем тебе иммунолог то поможет я говорю жопу посмотри ему не 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 к хирургам я говорю слушай будь человеком ты же людей все равно после гепатита чем-то поднимаешь на ноги может что-нибудь посоветуешь хотя бы я говорю я уже не могу хирурги меня не хотят лечить они готовы только вырезать он такой я уже собираюсь уходить потом такая не я не уйду давай меня вот придумай ты врач ты придумай а то говорю сейчас скажу что у меня гепатит и будешь меня лечить он такой ну в принципе я вас посмотрел в принципе вы вообще в свои бумажки не смотрите по резистентности давайте вот ну могу я вам выписать в общем он мне выписал рецепт налево флоксицин я говорю надо посмотреть он такой не смотрите вы в интернете не смотрите вы в свою резистентность вы просто его начните пить моим говорит всем помогает такая окей ну потом он уже начал это озаботился раны как обрабатываете а чё как обрабатываете как бы мне то предлагают каждый этот резать фурунку и все и дренировать я говорю зачем мне вся жопа будет вот так исполосована мне так не очень хорошо но я сказала какие мази у меня есть все остальное так это по идее это ничего такого хорошего не было сказано мне дали теле фамилию очень хорошего иммунолога но я посмотрела он нигде не принимает в этой бесплатной медицине его прием в УГМК стоит 3 300 я пока подожду я пока сейчас попытаюсь поднимать сама если не получится то придется идти конечно с левококтицином я тоже пока повременю но но если все-таки начнется вот это дальше развития будем пробовать потому что не так много у меня антибиотиков остается вообще на всю жизнь на жизнь а вдруг я больше пяти лет проживу надо поберечь свою резистентность а по поводу пиявок не волнуйтесь вы за них я их вон покажу сегодня я их в стакан сложила в кружку сложила с чистой водой пусть пока полежат так что никуда они не улетели над живыми существами я не издевалась вот в конце так вот я вам в конце их и вставлю вот эту кружечку в заключение кому интересно посмотрите стоят себе тихонечко в холодильнике под марлечкой стерильной и хорошо наверное им там все так что давайте до завтра нет не до завтра завтра у нас очень плохая погода еще более мерзкая завтра самый наверное холодный будет день и самый дождливый поэтому я буду сидеть дома новостей не будет так что до следующих новостей мало жадность не позволяет вот этих отпавших мне выкинуть это они так в стакане увеличились а так то они какие то не сильно нажравшиеся поэтому они сейчас я над ними поэкспериментирую никуда они не пойдут знаки они активные они пожрали отпали и активные суки и так и так и